Кража это тайное хищение чужого имущества, уголовная статья. А представьте, что в Казахстане разрешили воровать до 100 тысяч тенге. В это трудно поверить, но ситуация с онлайн займами выглядит примерно именно так. Усаживайтесь поудобнее, сейчас об этом рассказываю подробно. Итак, друзья, из информации наших предыдущих роликов мы все знаем, что у нас в Казахстане сейчас существует два вида микрозаймов. Одни выдаются с процентами 56%, это годовая эффективная ставка, вознаграждение. А другие вообще не содержат это вознаграждение. Но не спешите радоваться, там существует иной процент. Они назвали его значение вознаграждения. И оно сейчас составляет 30% для бездалоговых микрокредитов. Типа берешь деньги под проценты, но это не те классические 10%, которые мы привыкли видеть и слышать. А все 30%. Видите, как все запутано? В одном случае годовая эффективная ставка 56% начисляется ежемесячно. В другом случае значение вознаграждения 30% должно по сути начисляться только один раз. Я не знаю, кто это все придумал, но мы с вами должны научиться отличать их друг от друга, эти две финансовые модели. Итак, там где 30% это займы, которые выдаются только на 45 дней, не более 45 дней. И сумма выдачи кредита не должна превышать 50 месячных расчетных показателей. Сегодня это составляет сумма 145 850 тенге. Итак, друзья, давайте взглянем на примере на типичный договор микрофинансовой организации, который существует у нас на рынке. И попробуем найти там какие-то нарушения. Будет интересно. Смотрите. Итак, друзья, передо мной сейчас находится типичный обычный договор займа, который выдается микрофинансовой организации. Здесь я приложил листочек, чтобы не разглашать личные и конфиденциальные данные наших клиентов. Обращаю внимание здесь только на несколько пунктов. Пункт 1.1. В соответствии с условиями этого договора займ предоставляется в размере 135 000 тенге. Пункт 1.3. Срок предоставления микрозайма. Срок предоставления микрозайма составляет 10 календарных дней. И, внимание, пункт 1.4. Размер вознаграждения по микрокредиту, указанном в пункте 1.2, составляет 90%. И это первое нарушение. Если мы говорим о значении вознаграждения, то оно должно составлять не более 30%. В данном случае все 90%. То есть, друзья, они в данном случае открыто и документально игнорируют нормы закона, а также все те ограничения, которые им доставляет Национальный банк. Едем дальше. Пункт 1.5. Они сюда вписывают годовую эффективную ставку вознаграждения, которые составляют, внимание, 273 336,39%. Но в данном случае, мне кажется, они уже тянут на номинацию Книгу рекордов Гиннеса по нарушениям закона о микрофинансовой деятельности. То есть, они применяют значение вознаграждения, 90%, что уже нарушение, плюс сюда еще и долбанули годовую эффективную ставку. То есть, получается, они дважды хотят обогатиться на одном и том же заме. Так получается. Мы же все знаем, что две финансовые модели начисления вознаграждений нельзя применять. Но в этом договоре мы видим и значение вознаграждения, и годовую эффективную ставку. Хотя годовой эффективной ставки здесь точно быть не должно. Мало того, что годовой эффективной ставки здесь не должно быть, так они еще и умудряются ее указать здесь в размере 273 336,39%. Значение годовой эффективной ставки вознаграждения рассчитано в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан в годовом исчислении. Во-первых, покажите мне такое действующее законодательство Республики Казахстан, где можно тысячами процентами указывать. А во-вторых, как можно вообще годовую эффективную ставку здесь исчислять. То есть вы здесь открыто указываете о том, что вы можете дважды обогащаться на одном и том же займе. Вот отсюда и у нас бешеные проценты. Берешь 100 тысяч, возвращаешь миллион. Взял 50 тысяч, возвращаешь 500 тысяч тенге. Ну вот лицо, ну вот оно лицо микрофинансовой организации Софи Финанс. Пожалуйста. Вот пока у нас будут вот такие вот договора, и пока у нас Национальный банк, агентство по регулированию развития финансового рынка не будет контролировать содержание этих договоров, у нас будут вот такие вот чуть ли не открытые хищения денежных средств нашего населения. Ну нужно же как-то это контролировать. Вот что касается ответственности здесь, так у нас предусмотрена 214 статья Уголовного кодекса. Это незаконная микрофинансовая деятельность. Но она наступает только тогда, когда будет крупный, значительный ущерб для гражданина. А он должен составлять десятки миллионов тенге. То есть как минимум 6 миллионов тенге для того, чтобы возбудить досудебное расследование по данной категории дел. Вот и мы отсюда и получаем, что у нас пока будут займы выдаваться до 100 тысяч тенге, и взыскание будет происходить в пределах 1-2 миллионов тенге, заниматься незаконной микрофинансовой деятельностью у нас разрешено по закону. И нету ни одного судебного прецедента, чтобы кого-то привлекли к уголовной ответственности. Если есть, напишите об этом в комментариях. А если нету и вы согласны с нашим мнением, то необходимо данную информацию доносить до широкого круга нашего населения, делиться этим видео и делать так, чтобы это уже стало предметом обсуждения вопроса наших доблестных депутатов. А в заключении, друзья, хотелось бы сказать, что мы будем обращаться в суд, чтобы признать содержание данного договора займа недействительным. Но терзает меня мутные сомнения, что суд здесь не разберется. И не разберется он не потому, что не хочет в этом разбираться, а потому, что у нас закон настолько запутанный, именно в части начисления вот этих вознаграждений, что даже мы, юристы, сейчас затрудняемся. Я уже не говорю про простое население, как они будут воспринимать эту информацию. Для эксперимента, чтобы не быть голословным, прочтите статью 4, а потом статью 5 Закона о микрофинансовой деятельности. Закон, ссылку на закон я прикреплю в описании под этим видео. Просто для эксперимента. Если вы поймете все сразу с первого раза, то можно смело говорить, что вы гений юриспруденции. На этом все, друзья. Это все, что мы хотели сказать к этому часу. В следующем видео мы разберем результаты судебного рассмотрения по этому договору микрозайма. А также к нам подъехал официальный ответ с Агентства по регулированию развития финансового рынка. Как раз на эту тему мы тоже его обязательно с вами обсудим. Поэтому не прощаемся. Ставь лайк для продвижения этого видео. До скорого. Не прощаемся. Субтитры сделал DimaTorzok